МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы выбрали самые основоположные законы, которые считаем основными. Если, например, говорить об освобождении от земельного налога 8 соток земли на дачном участке или сельском поселении или садово-огородческом товариществе, то мы говорим о том, что каждый россиянин имеет право на эти 8 соток земли, которые не налогооблагаются. Даже если у него гектар, то налога не будет именно на 8 соток. Особенно в ситуации, когда мы в течение более 20 лет никогда не выходим из кризиса, и картошку и все остальное также приходится растить. Особенно это актуально для наших северных земель. Мы же не Краснодарский край, где палочку воткнул, дерево вырастет. Здесь адов труд просто. И наших северных земледельцев надо мотивировать на то, чтобы они занимались непосредственно землей. Но кроме этого, что, например, не написано в этой программе, я, например, соавтор закона о социальном предпринимательстве. И не только я. Очень многие депутаты из разных фракций поддерживают социальное предпринимательство, потому что это очень хороший вариант решения социальных вопросов, включая и решение вопросов продовольственной безопасности через тех же садоводов и огородников. Я, кстати, вчера с ними встречалась в Северодвинске, и мы много об этом разговаривали. Очень многие законы, как и наши кодексы, были приняты очень давно. То есть жизнь меняется, и надо делать правки. Но правки надо делать осторожно, потому что страна огромная, характеристики страны очень разные. Буквально в последний день заседания Государственной Думы рассматривался закон о рыболовстве, который вроде бы и нужен, но он не учитывает некоторые особенности Архангельской области и наук Карелии. Я выступала в Думе, защищала наших рыбаков. Это была позиция не только моя, это позиция правительства Архангельской области, областного собрания депутатов Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Карелии. И, к сожалению, не удалось отстоять то, что необходимо области. Поэтому на данный момент Министерство сельского хозяйства будет готовить поправки, которые опять же будут внесены. И уже в седьмом созыве дальше будет вестись работа. К сожалению, федеральные законы, они гораздо объемнее и больше, и дольше принимаются. Над ними надо дольше работать, чем областные законы. Ольга Николаевна, традиционно партия «Справедливая Россия» предлагает социально направленную программу предвыборную. В этот раз тоже в ней очень много внимания уделено социальной политике, образованию, культуре, здравоохранению. Предлагаются гигантские деньги тратить на именно эти сферы. Вопрос за счет чего, где взять деньги, там в программе не очень подробно об этом написано. Мы на самом деле эти деньги находим. К примеру, в прошлом году наши депутаты затеяли очень большую проверку таможенных сборов и таможенных платежей. Дело в том, что были перечислены большие деньги на создание единой информационной системы по таможне. Эти деньги не были использованы, единая информационная система не создана. И возник вопрос, а почему она не создана? Почему нельзя нажатием одной кнопки увидеть, какое же количество вообще собрано и поступило в государственную казну таможенных платежей и сборов? В результате проверки мы обнаружили, вы не поверите, не поступившие в казну, но взятые с людей с организаций 2 триллиона рублей. Все было оформлено надлежащим образом, передано в правительство, в силовые органы. Это огромный источник, скажем, искушающий работников таможни. И фактически мы считаем, что эти деньги не попали в казну из-за большой коррупции. Но они же были изъяты. То есть это те деньги, которые должны были поступить в казну и пойти как раз на решение наших социальных законов. Еще один достаточно принципиальный вопрос – это прогрессивная шкала налогообложения. У нас сейчас взимается подоходный налог в размере 13%. Притом он взимается как из человека, который получает 6 тысяч рублей в месяц, так же из человека, который получает невероятные деньги, как наши олигархи в госкорпорациях, там полтора миллиона в день. Ну, в год это вообще невероятные деньги. Поэтому мы предлагаем сделать шкалу, при которой фактически большим налогом будет облагаться всего лишь 3% населения России. Но эти 3% населения России получают невероятные деньги. И повышенный до 30-35% подоходный налог дает почти бюджет Российской Федерации в год. И вы знаете, мы же не изобретаем велосипед. Мы просто анализируем, что делают другие страны, каким образом они решают вопросы. Ну, вот к экономике еще. Опять же, вы планируете пересмотреть налоговую политику, то, о чем вы сказали, ну и предлагаете инструменты для стимулирования реального сектора экономики, стимулирования малого-среднего бизнеса. Я почитал, большинство этих инструментов связаны с государственным регулированием рынка. У нас бизнес и так плачет от засилья госконтроля в этой сфере. Вы предлагаете усилить. Здесь нет противоречия никакого? Нет никакого противоречия. Потому что мы как раз говорим о том, что... Ну, к примеру, да, мы говорим о том, что необходимо вернуть государственную монополию на производство спирта. И сразу бы огромное количество денег появилось бы в нашей казне. Акраз деньги, которые бы решали вопрос улучшения обслуживания сервиса здравоохранения и образования. То есть образование здравоохранения очень дорого обходится бюджету. Но при этом мы с вами понимаем, что денег недостаточно. Денег надо еще больше вкладывать. Недавно была трагедия, связанная с детскими лагерями. А ведь у нас вообще нет программы развития летних детских лагерей. Ни одного рубля ни с государственного, ни с какого бы то ни было регионального бюджета не выделяется на создание новых лагерей. Либо на капитальный ремонт старых лагерей. Понимаете? То есть получается, что очень многие вещи просто не доделываются. А в результате все это заканчивается гибелью детей, коррупцией и еще непонятно чем. Мы проанализировали, например, ситуацию по ФОМСу. Вообще считаем, что ФОМС должен быть отменен, потому что более 50 миллиардов в год. Это чистый заработок. То есть на эти деньги два года можно содержать всю медицину России. Вопрос, зачем нам посредник между человеком и больницей или поликлиникой, которые зарабатывают безумные деньги. Зачем нам эти частные клиники? Понимаете, мы просто из-за того, что мы не можем носить законопроекты без финансовой составляющей, без объяснения источников, нам приходится очень много работать. Например, в нашем комитете 100 экспертов. И в каждом комитете их очень много. И мы бесконечно работаем с экспертами и непосредственно очень тесно с министерствами, с самоисполнительной властью и с научными институтами. Есть невероятно интересный источник под названием госкорпорации. Значит, заключается он в чем? Очень большие деньги закачиваются в госкорпорацию под какие-то программы и лежат. То есть они лежат год, они лежат два. На депозитах, как правило. Да. Счетная палата каждый раз при подведении итогов бюджета рассказывает о том, что там, не то что там, понимаете, 25 миллиардов. А деньги в разы превышающие бюджет Архангельской области просто лежат. И получается, что никто не несет ответственность за то, что корпорация потребляет процент. Эти деньги с точки зрения мировой экономики и курса валют худеют. А эффективности-то нет. Каждый рубль должен работать. При том, эти деньги, если бы они перешли бы, скажем, в источник возможности взятия для бизнеса, для малого бизнеса, для даже крупного бизнеса, для сельхозпредприятий длинных дешевых кредитов, мы получили бы великолепную отдачу бы на эти деньги, гораздо большую, чем любой банковский процент. То есть деньги есть. Вопрос, как они используются. Еще об экономике вопрос о малом бизнесе как раз. Не так давно, в середине июня, вы пообещали северодвинцам, в ответ на их жалобу, разобраться с наливайками. Вроде бы все правильно. Нарушают люди закон под видом общепита, продают нелегально после 21 часа алкоголь. Но, с другой стороны, это тоже малый бизнес. Он платит налоги, платит зарплату. Люди вложили деньги в оборудование. Как развязать этот узел? Давайте вообще разберемся, что мы сейчас называем наливайками. Дело в том, что как раз в ноябре прошлого года я по просьбе председателя комитета по предпринимательству Казаринова Виктора Евгеньевича приглашала в наш регион председателя комитета по предпринимательству Государственной Думы Анатолия Аксакова. Он приезжал. Мы вместе с ним в ноябре встречались с депутатами и с уполномоченным по правам предпринимателей непосредственно в нашем областном собрании. И один из вопросов как раз тогда и обсуждался – это наливайки. Суть просто в чем? У нас очень четко раньше была рощная торговля и был общепит. То есть люди покупали спиртное в розничной торговле, а пили спиртное в общепите. После того, как был введен запрет на продажу алкоголя вечером и ночью, а рынок-то существует, спрос существует. Почему я всегда против полных запретов? Потому что если существует спрос, все равно будет найдена форма. У нас получился нерегламентированный такой микс. То есть предприятия не розничной торговли, предприятия не общественного питания и даже не рюмочная, как мы понимаем слово «рюмочная» стандартно, а наливайка или открывайка, когда человек фактически покупает как розница, просто ему открывают эту бутылочку, он этой пробочкой тут же закрыл и унес. Понятно, что в нормальном добросовестном общепите человек может заказать просто с салатом бутылку вина или водки, съесть салат, забрать эту бутылку и уйти. Это и делается так, и человека не остановить. Но в том же Северодвинске уже открыто больше 130 предприятий не общепита и не розничной торговли, а именно наливая, то есть куда люди идут и покупают там алкоголь, притом неадекватно себя ведут, притом очень сильно мусорят, кричат, шумят. И когда жильцы не могут и ночью нормально спать, а когда выходят и подъезды загажены, дворы загажены, непонятно, что происходит. И, конечно, эта проблема в Северодвинске гораздо более большая, чем на территории Архангельской области. После разговора в Найбре в областном собрании мы с Анатолием Аксаковым проанализировали региональный опыт, то есть мы искали очень хороший вариант решения проблемы на региональном уровне. Мы его не нашли. И, конечно, все надо решать на федеральном уровне. В первую очередь надо изменить классификацию. То есть у нас классификация общепита осталась со времен Советского Союза, где определены, что есть ресторан, что есть кафе, что есть столовая, что есть бар. И сейчас, пользуясь этой классификацией, к примеру, в Республике Коми, где тоже есть эта проблема, которая тоже избрана, в большом супермаркете ставят небольшую барную стойку. То есть отдел закрыт вечером, никто там ничего не может купить, но человек подходит к маленькой барной стойке, фактически покупает этот алкоголь, складывает в корзинку и пошел себе уже нести его на вынос. И как раз региональные все вопросы не могут решить. Они не могут запретить сделать эту барную стойку или каким-то образом противостоять, скажем, недобросовестным предпринимателям. Почему я говорю недобросовестным? Потому что это изначально микс, это не общепит. Это такой вот псевдообщепит. Более того, что ж греха таить, по статистике 50% у нас фальсифицированного алкоголя. И очень большая опасность, что возникший этот вид бизнеса будет очень коррумпирован. И как раз недавно сделанный запрет в области, когда заставили наливайки сделать больше площади, поставить больше стульев, сработал им в плюс. Потому что они стали еще больше продавать. Жильцы стали еще больше мучиться. И в течение всех этих месяцев, анализируя ситуацию, мы обнаружили, что тема-то вообще глобально большая. Она касается в том числе и жилищного кодекса. Потому что в свое время, когда дома проектировались, особенно в советское время, изначально нежилые помещения закладывались в проект. То есть строился дом жилой, в нем строилось нежилое помещение. Оно было с отдельной вентиляцией, с отдельными счетчиками, с отдельными требованиями. Как правило, вход в эти нежилые помещения был с другой стороны дома, не там, где подъезды. За время нашей рыночной экономики очень многие жилые помещения были переведены в нежилые помещения. Хотя на самом деле, с точки зрения проектирования дома, они не предназначены для нежилого использования. То есть человек живет в квартире, и он как бы и ожидает, что рядом соседи будут, ну сколько там, ну один, два, три, четыре, там пять человек. А получает проходной двор, значит, получает там десятки человек. И при этом те, кто эту квартиру использует для своего бизнеса, они уже не отвечают фактически за то, чтобы наводить порядок или несут большую нагрузку, скажем, под тем же ремонтом, или, скажем, не несут ответственность за то, что жильцы нормально дома не могут жить. Притом это касается ведь не только наливаек, это и содержание приютов кошачьих, собачьих, это и хостелы непосредственно в домах, когда просто гражданин, который хочет дома быть дома, получает огромную проблему, он не может с этим жить. И нам придется как один из вариантов запретить продажу алкоголя в тех помещениях, которые были переведены из жилых в нежилые. Но эту проблему не решит, потому что в том же Сиродвинске три наливайки находятся на Карла Маркса в пристройке к дому, которая изначально была построена как нежилая. И вы знаете, наш активист Алексей Кувакин в Сиродвинске, он очень хороший пример приводит. Он говорит, вы представьте, что человек приходит к стоматологу, у него один гнилый зуб, а стоматолог предлагает ему вырвать все зубы. То есть не лечит один зуб, а предлагает вырвать все зубы. Вот в этом и есть проблема законодательства, что наши жизни очень быстро меняются, условия меняются, предприниматели очень быстро реагируют на любые запреты, а законы, они не могут меняться очень быстро. И 130 наливаек очень тяжело отсмотреть МВД, они же не могут поставить милиционера около каждой наливайки. А это же нарушение общественного порядка в первую очередь. И законы вроде есть, но надо анализировать, какие функции тогда должны быть у силовиков по защите, скажем, нормальной жизни населения. Да и на самом деле и самим людям, и гражданам, надо больше проявлять активности в защите собственной жизни. Ольга Николаевна, одним из итогов последней в этом политическом сезоне сессии областного собрания стало принятие обращения к председателю Госдумы Нарышкину с просьбой поддержать законопроекты о детях войны. Это был пример такого консолидированного решения, когда большинство партий выступили единым фронтом. Вопрос вот в чем. Почему в Госдуме уже который год этот фронт никак не может сформироваться? Почему закон о детях войны никак не могут принять? Это люди, у которых не было детства. Они признают, что да, эти люди сейчас взяли на себя все военно-патриотическое воспитание в школах и в общественных организациях, но при этом из-за того, что, как правило, они и НВД получают почти все, то правительство считает, что этого достаточно. Мы же считаем, что есть урок 2013 года, урок, который произошел на Украине, когда была переписана история. И то, что мы наблюдаем с 2013 года, как в Европе и в Америке переписывается история, так запросто и очень быстро. И вот это наблюдение дает основоположную вещь, что мы должны сохранять свою историю любыми возможными способами. У нас ходят ветераны, у нас фактически их уже очень мало, поэтому мы должны повышать статус тружеников тыла, мы должны дать статус детям войны в обязательном порядке и поклониться тем людям, у которых не было детства. При этом больше, чем в 10 регионах есть губернаторские программы по поддержке детей войны. Например, в нашем НАО, который находится рядом, каждый ребенок войны получает 6 тысяч рублей ежемесячно. Есть где, к примеру, губернатор Коми к 9 мая просто выдал всем по тысяче рублей. То есть есть губернаторы, понимая, что надо что-то делать, исходя из всех бюджетов, каким-то образом решают этот вопрос. Мы же считаем, что это должно быть на федеральном уровне. Поскольку по моему анализу очень много поступивших законопроектов по детям войны с разным финансовым обеспечением все были снесены к Государственной Думе, а Государственная Дума в первую очередь реагирует либо на инициативы правительства, либо на инициативы региональных законопроектов. Я обратилась к нашей региональной организации помощи детям войны, непосредственно к председателю Татьяне Фимовне Телицыной, с письмом, с анализом, что происходит, почему не принято, и предложила собрать определенное количество необходимых подписей для того, чтобы Архангельское областное собрание внесло инициативу. Точно так же мы обратились в других регионах и надеемся, что другие областные собрания, ЗАГС-собрания тоже внесут такую инициативу, и тогда федеральное правительство будет вынуждено ее поддержать в каком-то из самых приемлемых видов. Ольга Николаевна, спасибо вам большое за беседу и всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова